Приветствую вас. Вы знаете, я прочитал ваш вопрос, и вот думаю, как вам на него ответить, и собственно сказать вам, что же вам делать, ибо действительно понимаю ваше замещательство по поводу ситуации, в которой вы оказались. Значит, зависит ответ на ваш вопрос от того, что вы сами по сути готовы делать для того, чтобы ваши отношения с мужем как-то нормализовались. И я, к сожалению, не знаю, на что вы готовы. Вот реально и по факту я не знаю, на что вы готовы, к сожалению моему большому. И именно потому, что я не знаю, я и, наверное, предложу вам несколько вариантов развития событий, несколько вариантов того, что вы можете сделать по факту, по моему мнению. Вот там несколько вариантов того, что вы можете сделать по факту, как вы можете поступить. Да? Итак, смотрите. Ваш муж, он таким был всегда. Пассивным. Пассивным. Вы не говорите о том, что он когда-то был другим. Напротив. Он был таким всегда, но вот после того, как нашел работу, да, после этого он вообще стал совсем другим и еще хуже стал вообще что-либо делать. То есть, его пассивность, она увеличилась. Значит, но до новой работы он, в принципе, как был пассивным, тогда стал. И вот, интересно, получается, на мой взгляд, в ситуациях, когда вы его принимали таким, какой он есть, и вы, самое интересное, вроде бы до сих пор его принимаете. Так, по крайней мере, мне показалось, что вы его как бы до сих пор немного принимаете. Правда, да, вам тяжело его принимать. Вам тяжело его принимать. Вам очень тяжело, потому что, ну, действительно, на вас очень много всего навалилось. То есть, действительно, действительно много всего на вас висит. Вот. Но, понимаете, в чем дело? Ситуация, она заключается в том, по сути своей, что так было всегда. То есть, как бы, по-другому не было никогда. Но вы своего мужа принимали таким, какой он есть. А после рождения дочери, если я правильно вас понял, вы уже принимать его больше не можете, таким, какой он есть. И получается, что вот он, такой пассивный, вам больше не нужен. Получается, что он, такой пассивный, вас больше не устраивает. И это нормально, что он вас больше не устраивает. Вы говорите, что вы его любите. И я вас прекрасно понимаю. Но поймите, пожалуйста, что мужчина, он такой, он уже не изменится. И это означает, что вам остается только лишь его принимать. И либо вы пользуетесь его пассивностью, либо вы понимаете, что вот он такой, и он уже другим не станет. И просто-напросто ориентируйтесь на себя только. То есть, как-то, например, нанимаете сиделку, нанимаете няньку. Может быть, что-то еще делаете для того, чтобы упростить себе жизнь. И это, я думаю, вполне вам пассивно. Тем более, что вы говорите, что открыли свой бизнес. То есть, вы довольно-таки такой вот активный человек. И в рамках этой же позиции я хочу, чтобы вы поняли, что поскольку, поскольку ваш муж таким был всегда, то ему нет никакого абсолютно резона меняться, ему нет никакого резона меняться, потому что он такой был всегда. И вы его таким принимали. Это сейчас вы его перестали принимать, потому что у вас ситуация немножко поменялась. Но вы его принимали таким раньше, а он считает, что вы должны его принимать, продолжать принимать. Вы его должны. И, естественно, что человеку сложно переделать себя. Кроме того, смотрите, какая интересная получается ситуация. Предположим, что вы, например, поменяете свою линию поведения. Ну, просто, вот пока, просто предположим, что вы поменяете. В этой ситуации, в ситуации, если вы поменяете свою линию поведения, то и мужчина должен будет это делать. Но он этого сделать, наверное, не сможет, как раз-таки, потому что для него это будет очень-очень сложно. И не факт, что он это сделал. И как следствие, что получается? Как следствие. А как следствие получается такая ситуация, что у мужчины будет внутренний конфликт и диссонанс. Потому что он-то пассивный, и он хотел такую активную женщину, как вы, он ее получил. Вас обоих это устраивало до определенного предела. Потом это вот так перестал. Понимаете, если вы, допустим, поняли, что вам это все не нравится, если вы поняли, что вам хочется чего-то другого, то это нормально. Человек в процессе роста, своего развития, он, конечно же, понимает, что для него ценно, а что нет. Вот вы поняли. Теперь нужно только, чтобы вы, по сути дела, перестали требовать того же понимания от своего мужчины, ибо это является несколько эгоистичным. То есть, я, конечно, понимал, что вам это нужно. Я, конечно, понимал, что вам нужна помощь. Я, конечно, понимаю, что вы нуждаетесь в том, чтобы вам ваш мужчина помогал. Я это понимаю. Но и вы поймите, что вы ожидаете помощи от того, кто, в принципе, не может вам эту помощь дать. Ну, вот так, к сожалению, сложилась ситуация. Такой, к сожалению, был ваш выбор. Если ваш муж будет вам помогать, если ваш муж будет для вас что-то делать, то, парадоксально, но факт, это будет уже не он, а кто-то совсем другой. Ну, не ваш это муж будет, понимаете? И еще вопрос, довольно-таки, на мой взгляд, важный вопрос. Будете ли вы его любить, если он станет другим? Вот, на мой взгляд, это вопрос, о котором вы не задумываетесь. Ну, просто потому, что вам сейчас кажется, что вот та помощь, в которой вы нуждались, та помощь, она для вас актуальнее всего. И я вас понимаю, действительно, вам с дочкой очень тяжело, и, в общем-то, вы молодец, что все это выдержали. Я также понимаю, что вполне возможно, что выдерживать больше, чтобы это просто не в силах. Вот, это все понятно, но ситуация это не меняет, потому что ваш муж, он как был тем, кто он есть, он, в принципе, так и этим человеком остается. И в вашем случае важно только понимать, что если вы, например, осознали, что не хотите больше быть более активным партнером в отношениях, то это, конечно, очень здорово, что вы это поняли. Но если вы это поняли, это совсем не означает, что мужчина, например, подобное понял, мужчина, например, к подобному пришел, и это совершенно не означает, что он тоже будет меняться. Но на будущее хочется сказать, что теперь, когда вы знаете, какую позицию в отношениях хотите занимать и какую позицию вы хотите, чтобы занимал мужчина, вам просто нужно более внимательно и более пристально выбирать себе следующего мужчину, если с этим вы разойдетесь. Вот. Далее. ситуация заключается в следующем, второй вариант. Второй вариант у нас будет с вами касаться того, что вы говорите о том, что мужчину надо бы как-то все-таки в определенную ситуацию поместить, да, чтобы он понял, что вот как бы действительно важен. Я вас понимаю в этой ситуации и думаю, что мыслите вы правильно, но поймите пожалуйста такую вещь, что вы говорите, вы говорите. Вот у меня есть ребенок, который требует там определенного внимания к себе, то есть ребенок у меня непростой, впечатливый. Непростой ребенок, я так понимаю, что у него есть определенные проблемы. Простите, простите меня пожалуйста заранее, если я вас как-то неправильно понял, или может быть обидел, ни в коем случае не хотел этого сделать, но в общем-то сложно сделать какой-то другой вывод из того, что вы написали. Это опять же от оправдания своего рода, не поймите опять же меня превратно, оправдание это начать по сути, что да, вы вроде понимаете, что это нужно сделать, но при этом вы находите некие отговорки для того, чтобы этого не делать, то есть не выводить себя из комфортно. То есть вам как бы тяжело не было то, что вы делаете, для вас это все же комфортно, и именно потому, что вам это комфортно, именно потому, что вам это комфортно, вы в этом как бы и продолжаете находиться. и дело не в дочери, подвольте мне сделать такой вот ну, такой элемент предположения, дело совершенно не в дочери, дело в том, что вы сами, сами вы не желаете выводить себя из зоны комфорта, в которой вы оказались. И думает, думается мне, думается мне, что это и является основной причиной, по которой вы не хотите действительно своего модера как бы проучить. Ну, слово проучить мы используем не будем. Давайте мы с вами просто скажем так, что мужчина он вас слушает, он кивает головой, он внимательно к вам относится к тому, что вы говорите, а потом все остается так, как было. Почему? Потому что у него нет стимула что-либо менять. Зачем? ему что-либо менять, если у него есть вы. Зачем ему что-либо делать, если у него есть жена, которая все сделает, которая все так или иначе решит. Он знает, что вы по кричите, поругаетесь, по морщите, может быть, убить, но потом все равно сделаете то, что от вас требуется и то, что вы требовали от своего мужа. Вот и все. И это на корню на самом деле на корню убивает любую инициативу. Поэтому вы можете сказать что ему нет примерно следующее. Дорогой, прости меня пожалуйста за пример. Я не могу больше так вот жить. Так как мы с тобой живем. Я чувствую, что мне плохо, что я устаю, что я не могу больше и так далее. И скажите им, что отныне я буду заботиться грубо говоря только о своей дочери и о себе. Если ты не можешь нам помогать. И вот это позиция будет такой, что с одной стороны вы свою дочь не оставляете без присмотра. Если вы считаете, что этого нельзя делать, это ваше право, как родители, я здесь ни в коем случае вас не оспариваю. Но с другой стороны, вы своему мужу говорите, что так дальше продолжаться не может, что вы так не хотите больше и хотите что-то менять. И это уже вполне себе ваше право, которое он отобрать вас не может. И если вы выведите своего мужа из зоны комфорта, когда он поймет, что вот как бы все ситуация зашла в определенный тупик, когда он это поймет, когда и если он это поймет, то ему потребуется что-то делать. И весь вопрос заключается в том, что он будет делать. Либо он пойдет вам на встречу и начнет меняться, ибо поймет, что ситуация критическая совершенно. Либо он не будет ничего делать и просто-напросто все останется как есть, и тогда уже вам по сути дела решать остаетесь вы с ним например, или там меняете что-то в своей жизни. ну просто потому, что человек он останется вот таким, такой же человек. То есть это вопрос уже как бы вашего выбора. выбора и я надеюсь, что вы для себя этот вопрос выбора я надеюсь, что вы для себя эту ситуацию разрешите. То есть выберите наиболее подходящий для вас вариант. вот на мой взгляд на мой взгляд на мой взгляд те варианты которые могут вам подойти для решения вашей проблемы. По сути дела первый вариант это такой вариант который сказал вам мой коллега про родительскую позицию про то, что вы заняли такую лидирующую роль довольно-таки сознательную. И вопрос в том желаете ли вы эту роль как-то менять. Желаете ли вы занимать другую роль. Ну а вторая роль это такая больше карательная роль карательная линия поведения когда вы просто наброс своего мужа как бы вынуждаете делать то, что делать например не хочет никак. И уже опять же вам решать будете вы действовать по одному пути или вы будете действовать по другому пути. Понятно что у вас родительская позиция по отношению к мужу понятно что вы изначально не давали ему возможности как-то реализоваться это все понятно другое дело что далеко не каждый человек может начать менять свое поведение и если вы свое поведение менять например не хотите то я предлагаю вам вот такие два варианта развития событий которые должны помочь вам решить ваши проблемы на мой взгляд довольно эффективно если вы конечно подойдете со всей серьезностью к данному данному вопросу вот соответственно вам необходимо понять это будет последнее я вам скажу вам необходимо понять что для того чтобы мужчина начал себя проявлять нужны определенные условия вы этих условий своему мужу как я понял не даете отсюда у него нет возможности себя проявлять иначе вы просто его приучили к пассивности и если вы хотите устраивать свое отношение по-другому это работа и работа это в первую очередь с вами не с ним потому что именно вы приняли своего мужа пассивным и без инициативным и если вы хотите его поменять то мужу необходимо для себя хотя бы в свою очередь так же четко знать для чего он меняется он меняется чтобы что вот об этом старайтесь подумать на на этом все надеюсь что помог вам если какие-то вопросы дополнительные остались пишите в личку я вам помогу если понравился мой ответ буду благодарен если сделаете его лучшим желаю вам всего самого доброго и удачи